Учимся продвигать и создавать свой личный бренд с помощью видео. И сегодня в блоке два у нас урок, один из первых уроков, это оформляем социальные сети правила. То есть мы с вами разберем сейчас правила, которые я нашел на просторах интернета, вывел и вместо вас их компилировал, собрал, сгруппировал и объясню сейчас, почему эти правила работают. И здесь же у нас будет блок «Не допускаем ошибки в оформлении сетей». То есть я изначально пересмотрел очень много материалов, очень много роликов, возможных спичей, курсов и сделал вот такие блоки. Соответственно, оформляем социальные сети правила, мы сейчас с вами разберем. Дальше будет оформление YouTube канала для продвижения личного бренда. Дальше будет оформление Facebook профиля для продвижения личного бренда. Оформление ВКонтакте. Оформление Инстаграма. И опять же завершим мы это. Не какие ошибки делать, зачастую делают. И я объясню, покажу на примерах, почему это ошибки. И думаю, что после этого вы вместе со мной начнете прокачивать свой личный бренд с помощью видео, с помощью классного контента. Итак, поехали. Оформляем в социальные сети правила. Здесь 13 правил, и подробненько про эти правила вы узнаете буквально через пару секунд. Многие социальные сети, они рассказывают и показывают нам те же самые правила, но там все вскользь. Все вскользь, потому что социальные сети – это все-таки бизнес. И бизнес, задача любого бизнеса – это заработать. заработать на вас, на вашем продвижении, на продвижении ваших постов, вашего профиля, всего-всего, рекламы, ваших услуг и ваших товаров. Но давайте мы разберем и посмотрим на правила для оформления вашей социальной сети, вашего социального профиля, вашей группы, вашего комьюнити, сообщества. И я вынес несколько правил, то есть 13. Возможно их будет больше, поэтому не забывайте подписаться под этим роликом, я буду добавлять в комментариях эти самые правила. Итак, первое правило – статус. Статус, неважно где это – Вконтакте, в Фейсбуке, то есть то, что написано вот под профилем – это отличное место, внимание, для УТП или то место, где вы описываете, чем вы можете быть полезны. Вот это очень важный момент. Смотрите сюда, вот допустим Вконтакте мы смотрим, да, мой профиль. Я его только сейчас начинаю делать, вот только сейчас я все, то что изучаю, начинаю применять, а потом я понимаю и это важно. Итак, смотрите, вот это статус, да, то есть у меня здесь статусе нет там, какая музыка у меня играет, там что-то такое. Обучаем работе с видео, помогаем экспертам, психологам, консультантам привлекать клиентов из интернета при помощи видео на автопилоте. Фейсбук, здесь в данном случае вот это является как бы вашим статусом, потому что люди видят, что это и здесь то же самое, но количество символов и там и там оно разное, да. Мы смотрим продюсер ютуб и программ, помогаем упаковывать, продвигать и продавать ваши знания. Вот это тоже опять же очень важный момент. Здесь по статусу понятно. Второе, второе правило, что я рекомендую делать вам, это на аватарке вы. Вот аватарка на аватарке вы. Вот аватарка в данном случае на аватарке вы. Здесь она там дублируется, везде-везде. Вот не надо котиков, не надо ваших логотипов, то есть ваше должно быть лицо, хорошая фотография, различимая и здесь очень важно, чтобы на аватаре, на аватарке были вы. Дальше. Что еще очень важно? Третье правило. Смотрите на свою страницу с мобильного телефона, потому что многие сами заходят в социальные сети с телефонов, но при этом они не воспринимают свою страницу, потому что вы удобно делаете ее, естественно, на компьютере и вы смотрите ее только на компьютере. Это очень важный момент. Как в данном случае? Мы нажимаем F12 и видим, но это не так немножко, да? То есть здесь посмотрим, вот. Смотрите, когда мы нажимаем F12, допустим, нам браузер показывает, как это выглядит здесь вот на айфоне шестом, на восьмом или, допустим, на айпаде, допустим, да? То есть, люди вас смотрят на айпаде. Либо смотрим на, условно, на айфоне, допустим, десятки, как это выглядит. Вот так, да? То есть очень важно, чтобы ваши аккаунты в ваших социальных сетях, вот запишите себе, чтобы они, важно, чтобы вы на них смотрели именно не как с десктопа большого, а именно с мобильного телефона. Следующее, следующее правило, да? Это на обложке УТП, ниша, ваше лицо, преимущество. Что сие означает? Посмотрите, вот эта обложка, да? И здесь для коучей, консультантов онлайн-школ, привлечение клиентов с помощью видео на автопилоте. Вконтакте, у нас нет такой обложки, ну, то есть, для нашего личного бренда. Но здесь у нас, получается, мы можем, если делать какие-то там, группы у нас есть, там, допустим, бесплатная школа видеоблогеров, вот уже обложка. И здесь то же самое, видите? Помогаем учиться делать YouTube канал. Оптимизация, продвижение здесь, там, да? Помощь в продвижении, да? То есть лица здесь, вот это все стоит. Друзья мои, очень важно, очень важно, чтобы ваша обложка, это, в принципе, социальные сети дают не так много, чтобы мы могли, там что-то размещать, рекламировать. И вот те 130-150 символов, это тот формат, который надо использовать по максимуму. Дальше. Используем закрепленное сообщение. Очень часто мы не используем его. Что это значит? Вот, допустим, смотрите, Вконтакте, да? Вот закреп. Что значит закрепленное? Вот я вчера поставил, видите, я изучал, готовился, поставил, да? То есть, соответственно, я подумал, что будет правильно поставить такого плана закрепленное сообщение. Привет! Если вы впервые на моей странице, то предлагаю познакомиться. Если только спросить, то спроси тут, ну, под этим, да? Канал на YouTube, там, пам-пам-пам. То есть, УТП, обучаем по работе, помогаем. То есть, я сюда написал в закреп. То есть, мы поставим. То есть, если социальная сеть позволяет делать закрепленное сообщение. Либо это можно сделать и в Фейсбуке, да? Мы смотрим, то есть, опять же, мы смотрим вот здесь. У нас смотрим. И если нам нужно поставить в закреп, например, вот. Друзья, спасибо. Да? Мы видим, что здесь у нас, видите, закреплено пользователем, да? То есть, самое главное, самое важное мы ставим, потому что это хотя бы люди немножко, они читают. Хотя бы немножко, есть какой-то шанс. Они не будут искать ваши сообщения, то есть, как бы все. Поэтому максимально используйте то, что можно поставить в закрепленном посте. Я предлагаю там, если у вас есть, там, какой-то кейс, там, да? Чем вы можете гордиться. Но, опять же, классно работает здесь, когда вы в своем сообществе, либо в группе просите подписчиков рассказать о себе. То есть, давайте познакомимся, да? Чтобы они там писали о себе, рассказывали о себе, тем самым вовлекаясь. Понятно? То есть, нам с вами понятно, что с большего такую ленту прочитает далеко не каждый, там, если будет процентов 10, то хорошо. Но это вовлекающий пост. Там же можно показывать сразу отзыв клиента. Я не сторонник того, чтобы делать такие большие мемуары о себе, поэтому очень хорошо в закрепе может быть идти, как видео рассказать о себе. То есть, видео рассказать о себе, как и что, и где, и почему, и почему вы можете быть полезны. Друзья мои, очень важный момент. О себе – это не о вашей жизни, о ваших любимых блюдах, о ваших любимых, там, не знаю, пристрастиях. О себе – это те, то, о чем, то, чем вы можете быть полезны. Вот это многие путают, и я в том числе. Дальше. Подборка полезностей. Все тоже самое. Вы можете и должны поставить подборку полезностей. Вы можете спросить, а где же закреп еще в ютубе, как поставить ролик в закреп. Друзья мои, ролик в ютубе ставится в закреп очень и очень просто. Вы ставите один ролик для подписчиков и один ролик для новичков, которые только пришли на ваш канал, это и является закрепленным. Потому что они видят его по умолчанию. Более подробно мы с вами поговорим про оформление социальных сетей в ютуб в отдельном ролике. Дальше поехали. Видео рассказ о себе. Вот то, что я часто совершал ошибку и совершал ошибку своими клиентами. Я пытался рассказать и сделать видео, рассказать о себе, о себе. А надо не о себе, а то, чем вы сможете быть полезны вашему клиенту, вашему потенциальному зрителю. Потому что, ну, кто вы такой, чтобы люди вами интересовали, чтобы думали, ой, как интересно, а о чем же он думает, какие книжки читает, а с кем он спит, а что он ест, а какие у него дети. Никому это нафиг не надо. Просто живите с этим. Важно, вот у вас будет ассоциация, чем вы сможете быть полезны для меня. Вот если я смотрю ваше видео и тут самый важный момент, что у вас первые 10 секунд самое важное. Если вы первые 10 секунд не зацепили, то все остальное уходит в никуда. Что же делать в наших, вот вы решили сделать сообщество, вы решили сделать свою группу. Первые посты, о чем они? И очень часто я, в том числе, мы пишем какую-то хинею. Мы пишем там о себе, там приготовил суп, там какой классный там это, делаем какой-то репост. Но это никому не интересно. То есть вы должны начинать свои первые посты в вашей группе, в вашем аватере, в вашем профиле с полезностей. То есть ваши какие-то, не именно, не репост каких-то статей там, откуда вы берете. А именно, если у вас есть свои статьи, потому что вы же эксперт, вы продвигаетесь. Соответственно, там ваши экспертные статьи. Либо отзывы, отзывы от людей, которые с вами работали, с вами сотрудничали, тоже важно. Либо результаты ваших работ. Мы помним, что такое бренд, что такое личный бренд. Это результат умноженный на охват. Вот если вы не показываете результата, если у вас его нет, то в принципе вся эта история, она вам не подходит и проще пойти отдохнуть, лечь, посмотреть сериал и забыть про это. Что я еще предлагаю? Каждый пост брендируйте свои фотографии. Обязательно. Ну, как это работает? Вот давайте вот смотреть, да? Вот у меня пост и моя фотография. Опять пост, моя фотография. Опять пост, моя фотография. Опять пост, моя фотография. Опять пост, моя фотография. Здесь мои фотографии там, да? Кажем так, вот здесь мои фотографии. То есть везде, везде-везде вы должны максимально быть на виду, то есть ваши посты, не надо делать какие-то мемчики, то есть если вы даете некий полезный контент, если вы эксперт или специалист в чем-то, то люди должны ассоциировать вас с этим чем-то, с этой полезностью, то есть ваше видео, ваше фото, все что угодно должно быть с вами привязано, поэтому очень важно брендировать каждый пост своей фотографией или подписью снизу. Про подпись мы поговорим отдельно, я тоже нашел такой очень классный лайфхак, потому что мы сейчас будем его использовать про эти самые подписи. Дальше, меню на странице, ведущее на ваши ключевые разделы. Как это выглядит, да? Вот здесь у нас, допустим, в контакте есть меню и мы, допустим, к примеру, у нас есть вот такая вот эта менюшка и это меню должно идти на наши ключевые разделы. Я сейчас сделаю, потому что я сейчас говорю, что я не эксперт по продвижению в социальных сетях, а я вместе с вами буду учить продвигать свой личный бренд в социальных сетях. Поэтому здесь мы будем делать и на нашем канале будут мастер-классы, где я буду делиться информацией. Дальше, используем обсуждение. Вопросы, чек-листы, что это за обсуждение? Вот у нас здесь в группе есть, видите, ссылки вот здесь там, да? И вот обсуждение. И вот здесь важно, вот это тоже, это то, что люди сюда часто переходят, вот в эти обсуждения, очень часто, да? Соответственно, мы можем здесь создавать обсуждения, делать их, но что там важно, чтобы были? Вопросы, чек-листы и желательно как оставить заявку на консультацию. Потому что вот такое, то есть не надо обсуждать то, что интересно вам и кому-то еще. Надо туда ставить то, что интересно максимальному количеству. Фотогалерея, она есть в любой социальной сети. Ваши фотки, что есть там, опять же, что есть вот здесь, мои фотографии, что есть здесь, там, да? То есть фотогалерея. Что необходимо в фотогалерее? Опять же, разбить фотогалерею на альбомы, разбить фотогалерею на то, что будет интересно разным вашим целевым аудиториям. Соответственно, там может быть фотография с вами, там могут быть обложки с видео с вашим УТП. Ну, я особо не извращаюсь, да? Я беру, видите, у меня фотогалереи, мои обложки. Почему? Открою вам секрет, мы же у вас изучаем это все. Потому что фотографии очень хорошо индексируются. Особенно им все равно их индексируют Яндекс, Гугл. И если их правильно оформить, а я покажу, как их правильно оформить на мастер-классе. Соответственно, если их правильно оформить, то эти фотографии также будут высвечиваться не только в Пинтересте, не только там в этом, а в Гугл фото, в Яндекс фото и везде, где только можно. Поэтому важно, чтобы ваши фотографии были грамотно оптимизированы и расположены по альбомчикам. Вот важны альбомчики, да? Опять же, скрины отзывов, тоже, друзья мои, скрины отзывов очень и очень хорошо работают. Вот смотрите, сейчас я вам покажу, секунду. Вот. Видите, отзывы о Некрашевиче. И я сюда собираю отзывы от людей, которые со мной работали. То есть это не просто отзывы, а это, видите, фотографии отзывов. Очень круто там, да? И здесь есть кто написал отзыв. Потому что, как бы, если вы, как маточки, эти самые отзывы не собираете, то, в принципе, в дальнейшем вам будет очень и очень тяжело. Дальше. Знаковое событие эксперта. Тоже туда можете ставить, как альбом. То есть, смотрите. Но, опять же, надо, чтобы было, вот смотрите, как у меня здесь, да? Допустим. То есть, я в Питер ездил там, то есть, опять же, мои услуги, да? Альбом. Раз, видите? Раз. И у меня альбомчик с моими услугами, с моими УТП. Понятно, да? Фотоотчет из мероприятия. Ну, сейчас коронавирус, соответственно, пока мероприятий никаких нету. Но, если вы ходите в какие-то выставки, какие-то там, не знаю, вы приглашенный спикер. Даже если вы там какие-нибудь там, не знаю, бизнес-ланчи. Очень классно показать то, что вы живой, то, что вы настоящий. Но не лить это все в одну, катавасию. А именно, делать это все, условно, в разных альбомчиках. Видео. С видео то же самое, друзья мои. Вот заходите. У вас у каждого есть вкладочка видео, да? И мы смотрим, что здесь у меня, вот здесь, опять же, да? Есть видео каталог. Мои видео, да? Альбомы разбиты. Я сюда добавил, там, 394 видео. То есть, ставьте сюда свои видосики. Они могут быть очень короткие, очень простые, там, да? То есть, какие-то формат. Но, эти видео, это ваши видео. И вполне нормально, когда они в вашем профиле существуют. То же самое есть и, допустим, в фейсбуке. Важно, не репост ваших видео с ютуба. А именно заливать эти видео, чтобы этих видео, чтобы они были на платформе той, куда вы в социальной сети работаете. Приветствия. Ну, опять же, в приветствии, там, есть приветственные посты, там, да? Здравствуй, там, па-па-пам, там, подпишись. Но, сразу надо давать бонус какой-то, какую-то пользу, либо какое-то решение. Если вы этого не даете, то, в принципе, люди будут его, ну, так, ай, бла-бла-бла. То есть, они должны цепляться. Помните про 10 секунд. Ну, и товары. Товары должны быть. Что хочу сказать на поводу, по поводу всего этого. Друзья мои, я изучаю, я делаю, я буду вместе с вами это делать. Буду записывать видео, как я это делаю, почему я это делаю, что у меня получается. Потому что мы, вместе с вами, пройдя все эти пути, пройдя все эти шаги, все эти блоки, а их тут очень много, научимся. И я, в том числе, с вами научусь, потому что я предпочитаю брать, смотреть, применять, а потом понимать. Хотя многие из вас делают, ну, и я, в том числе. Давайте так. Я покупал много курсов по продвижению в Инстаграм. Там трэш. Я головой понимают, что самое главное, и вы запомните это. Самое главное у вас, это ваш полезный контент. Не классное. Вот если вы классно оформите фоточку, но там будет внутри пустота, то если вы там не модель, если вы там, не знаю, не лицо там бренда, если вы там не зарабатываете с модельным бизнесом, то люди приходят к вам за тем, чтобы вы давали какое-то решение. Если вы это решение не даете, соответственно, они уходят. И вот представьте, что бы вы выбрали, если бы у эксперта был классный контент, но плохое, как бы такое неяркое оформление, или наоборот, чтобы было яркое оформление, но было наоборот. Там пустота внутри. Вот личный бренд, это то, о чем, то, что будут говорить о вас, когда у вас нет в комнате. И вот люди, когда будут вас рекомендовать другим людям, другие люди должны приходить и понимать с первого раза, о чем вы и кто вы, и чем вы можете помочь. Если этого понимания нет, закроют. Давайте еще пример визуально, чтобы вам было понятно. Если вам кто-то порекомендовал классную книжку, и вы нашли эту книжку в магазине, но там была невзрачная обложка, но те люди, которые вам рекомендовали, они были в восторге. Вы посмотрите на, и не купите эту книжку, или все-таки купите, потому что вам рекомендовали, и там классное содержание внутри книжки. Конечно, купите. То же самое, если вам, вы пришли в магазин, увидели классную обложку, схватили ее, а внутри там, ну, ни о чем, бла-бла-бла. Какое у вас будет? Вы купите еще одну книжку этого автора. То же самое здесь. Я видел очень много профилей в том же самом инстаграме, где очень классные фотографии, и там есть подписка, но туда больше не возвращаюсь. И очень простые профили с очень элементарным оформлением, но с максимальной ценностью, с максимальной полезностью. Поэтому продвижение вашего личного бренда, это очень важно, это продвижение вашей экспертности, и вы должны давать какую-то пользу. Помните опять, что вы должны давать результат на максимальный охват. Вы классными там фоточками, что вам там, типа там, ой, давайте это там, давайте нарисуем, можете продвинуть и какое-то время пускать пыль в глаза. Но люди сейчас очень избирательны, у них есть из чего выбирать, и они будут выбирать. И давайте делать так, чтобы люди выбирали вас и ваш личный бренд. Хотите дальше, смотрите следующие уроки, это оформление ютуб-канала, оформление фейсбук, вконтакте, инстаграм и какие ошибки допускают. Тут их много, мы разберем эти ошибки, я добавляю туда постоянно. Карта эта обновляется ежечасно, буквально, потому что я, когда прорабатываю, изучаю, обучаюсь, делаю, применяю. Ну, то есть я взял, обучился, применил, а потом только понял. Потому что это важно, потому что многие из нас сначала пытаются понять, а потом применить. Так вот, вы пока не примените, ничего не поймете. Я вам гарантирую. Пара-бара-бам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok